папу, это прям просто ты как будто про меня рассказывала. Да, это у многих девочек такая история, и я могу сказать, это не только у девочек, у которых нет папы. Если папа был в вашей жизни, но он не давал вам нужного, да, например, ну он просто был как бы дома, вот он есть и есть, ходит и ходит себе, да, но он не давал вам той любви, той заботы, у вас тоже будут проблемы, то есть вы можете все, что угодно там делать, все, что угодно стараться изменить, не получится, то есть, ну невозможно, это нужно проработать для того, чтобы это ушло. И вот у меня это, как оказалось, был целесный блок, не в голове. А вот. Блин, какой-то. Мне теперь еще больше хочется. Воскресенье поскорее. Это будет классно, прям будет очень интересно, потому что, видите, Саш, динамик закрыла, открой динамик. Почему я всегда так очень четко обо всем говорю? Потому что я прохожу это на своем опыте, я не люблю чужой опыт, да, в плане того, что я не могу его странслировать, то есть я не могу говорить там, ой, вы знаете, а вот там вот у Наташки, вот где-то там у Наташки-то, вот у нее вот то-то-то произошло. Нет, у меня есть свое становление, поэтому я могу рассказывать, знаю, что нужно делать для того, чтобы происходили определенные вещи. Плюс, там, я сегодня уже проговорила, да, про... В общем, знаешь, откуда у меня вообще возникла тема про высокие вибрации и низкие вибрации? У меня очень часто в последнее время начали мне задавать вопрос про то, что, Саш, ну типа вот преподавателей много, почему к тебе? Почему к тебе? Почему к тебе? И многие начали писать такие темы, знаешь, что там типа, а ты вот какая-то земная, вот многие там вот такие, вот такие, такие космические, а ты какая-то земная. А я могу сказать так, что если человек незаземленный, то он вам очень офигенно врет, что в его жизни все хорошо. Уровень его вранья – это максимум, потому что невозможно быть всегда на высоких вибрациях. Если ты всегда находишься на высоких вибрациях, то знаешь как? Сейчас тебе объясню. Ну, допустим, есть у тебя отношения с партнером, да? Вот мужчина у тебя есть, ты с ним в отношениях, все у вас классно. Ты ушла на высокие вибрации, ты такая вся воздушная, возвышенная, все у тебя классно. Знаешь, что сделает, например, твой мужчина? Он возьмет тебя и лицом в грязь, чтобы ты вернулась, понимаешь? Потому что ты по-другому вернуться не можешь. То есть тебе нужно какое-то ЧП, чтобы произошло для того, чтобы ты вернулась. И так происходит у многих, особенно те, кто пытаются всегда находиться на высоких вибрациях, и они не понимают, почему, допустим, аксесс иногда им делает состояние возвышенности, а иногда происходит в жопу в жизни. И большинство фасилитартов объясняют это тем, что типа в вашей жизни что-то прорабатывается. Ни хрена в вашей жизни ничего не прорабатывается. Я вас сейчас всех очень сильно расстрою. Это называется, что вас с высоты опускают вниз. Вот и всё. Получаются высокие вибрации, это не очень хорошо. Это хорошо, но нужно уметь возвращаться. То есть ты должна быть всегда, вообще в идеале находиться посередине. Между высокими вибрациями и низкими вибрациями всегда находиться в балансе. Это не так легко, это нужно уметь делать. Очень часто все начинают делать сессии, ты себя начинаешь качать, 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 качать. Что получается? Ты возвышаешься. Всё, ты классная, ты прокачанная, ты вкусная. Но наше тело создано так, что ему нужно иногда, ну как бы не иногда, ему нужно заземляться, то есть ему нужно приходить на эту землю. Мы не можем всегда говорить о духовном, понимаешь? Наш мир и наш, как бы мы, мы не только про духовные, мы про все, про все составляющие блага, да, то есть про целую систему в нас. Вот. И когда ты циклишься только на духовном, тебе нужно что-то с собой делать. Так как я ушла в эту тему, знаешь, прям очень-очень глубинно и начала её изучать изнутри. Потому что я вижу, что происходит с людьми иногда, ну вот, которые говорят о чём-то там возвышенном. И при этом любители, знаешь, например, бухнуть. Почему все энергопрактики пьют? Хотите, я вам открою секрет? Потому что так себя возвращаешь вниз. Это легко. Спасибо, я так долго ждала. Вот. То есть, если надо вернуть себя в реальность, можно просто бухнуть. Всё, то есть, ну как бы элементарно. Я, соответственно, начала в этом во всём копаться, думаю, ну что же такое, думаю, почему все вот про это... Почему я так много пью. Да? Вот, видишь, возвращаешь себя в нормальную реальность. То есть, ты понимаешь, что ты себя качаешь, 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 становишься такая вся... И тут типа, о, полегче. А так как, допустим, если ты из тех женщин, что не любишь, чтобы, например, мужчина тебя в грязь с лицом, ты такая берёшь и делаешь интуитивно другое. Ты берёшь, допустим, алкоголь выпиваешь, такая всё, заземлилось. Соответственно, ему не нужно тебя лицом в грязь. Вот, понимаешь? То есть, и здесь целая совокупность. Поэтому только быть на высоких вибрациях, на возвышенных и говорить только об осознанности. Мы здесь не о материальном, вот это, знаешь, когда всё начинает. Вот только о духовном. Ребят, это не круто. Не надо так делать. Это нехорошо. Это вас приведёт, ну, в жопу. Я могу сразу сказать. То есть, это прям очень сложно. Это бьёт по многим аспектам вашей жизни. Ну, то есть, сто процентов это ударит. Вот, кстати, девушка пишет, что, типа, мужчина лицом в грязь. Зачем он такой нужен? Я полностью не согласна. Нет, это неправда. Потому что всегда виновата женщина. Потому что мы умнее. Мы можем больше, чем мужчины. Мужчины очень поверхностные. И они, их поведение полностью зависит от нашего. Конечно, конечно. А сидеть и всех посылать, всех ленопы, это вообще неправильная позиция. Давайте я с вами поделюсь, пожалуйста. Я сейчас вам открою прям очень так душу свою. Меня так много раз возвращали в реальность. Ну, как бы я утрированно говорю, лицом в грязь, вы же это все понимаете. Но меня, да, особенно если возле вас сильный, властный мужчина, он вас с небес может спустить очень быстро на землю. Не потому, что он вас не любит, не потому, что он вас не ценит, не потому, что он вас хочет обидеть, а потому, что вам это надо, вы это запрашиваете. Это не умудшение. Да, мы же не говорим сейчас про мужчины, которые тираны, которые... Нет, нет, нет. Зачем? Да. Мы сейчас немножко про другое говорим. Да, про такое, ну, более банальное лицо в грязь. Осадить. Вот, да, то есть немножко, да, тебя приземляет. Александра Поленко хорошо объясняет про вибрации. Слушайте, да я, ну, как бы я знаю настолько много про вибрации, поверьте мне. Я за последнее время эту тему изучила очень много, даже не столько для себя, а сколько для людей, которых я обучаю, потому что я вижу, что у многих происходит, особенно если они несутся на вторые классы, третьи, начинают лопать эти обучения тоннами, проходить миллион энергетических разных практик, и просто я вижу, что у людей крышу сносят. И я такая думаю, о, это не про вообще, это не про энергию, это уже про отклонение в здоровье. Вот, кстати, знаешь, как у меня случилось? Я же вообще очень скептик такой. Ну, как не то, что скептик, я не живу в отрицании всего нового. Но мне надо, чтобы это было просто, и если я за что-то взялась, вот, например, Аксесс, я шла на обучение, я понимала, что либо я это сразу пойму, мне важно было не выучить наизусть всё это, то есть либо я это прям вот как будто потрогать смогу, то всё, я пошла. Я не села потом изучать всё это, смотреть на ютубах. Я настолько поняла вот эту адекватность, и даже, наверное, в чём-то немножко поверхностность в этом плане, она даже в плюс играет, потому что КАПАС, вот это там уже подключается психология, психосоматика, это вообще, мне кажется, лишнее. Ну, понимаешь, это когда люди немножко уходят из этой реальности. Вы всё-таки живёте в сегодняшнем мире, и здесь, и сейчас, понимаете, и говорить о духовном нужно в совокупности со всем. В общем, когда вы пытаетесь излишне вот, ну, как бы вот это всё, антураж, да, вот я просто иногда такой бред от людей слышу, да, что там, знаешь, ну, а, вот, я хотите, я вам расскажу, в общем, какой бред у меня недавно произошёл в моём сториз. То есть я записала сториз о том, что, находясь в Турции, мне не нравится, когда, ну, женщина курит при детях, ну, то есть мне это не нравится, я об этом пишу. Если бы вы знали, что было в моём директе, ой, это вообще, это было кино просто. Все фасилитаторы, все практики Аксесс Барс посчитали нужным мне написать. Саша, как так? Это блог. Это, ты что, это так не может быть, ты же про Аксесс, ты же про энергию. И вы что, с ума, что ли, посходили? Я обычный, реальный человек, понимаете, обычный, реальный человек. Мне не нравится, что кто-то курит, всё. И мне вообще неинтересна, чья-то точка зрения там в плане, ну, в отношении меня, моей точки зрения, то есть её не надо высказываться. Я говорю, мне это не нравится. Я не собираюсь, это не осуждение, это никак. Это во мне поднимает определённые процессы. Когда вы начинаете фанатеть почему-то, ну, закройтесь дома и сидите, ребят. Понимаете? Здесь нужно смотреть, что происходит в вашей жизни в совокупности. Зачем врать самому себе? Вот я это всё не люблю. Я люблю классно жить, в кайф и в удовольствие. Что-то мне нравится, я говорю, мне это нравится. Если мне это не нравится, я скажу, мне это не нравится. Вот и всё. Понимаете? Так, а сессии, ой, сессии, ну, фейслифт. Это же тоже сессия. Конечно, да, это полноценная сессия. Это... Тебе можно? Себе сделать? Можно, знаешь, как, ну, не очень, короче, удобно. Это немножко, ну, это не так, знаешь, как вот мы, допустим, здесь, да, там буквально пару позиций. Фейслифт немножко неудобен для себя. Мы с вами будем изучать, как фейслифт делать прям с касаниями лица, и будем как на расстоянии делать фейслифт учиться. Вот, плюс я научу вас работать с ногами. Сейчас меня все разнесут за то, что я это сказала, особенно кто подслушивает. Да, я научу вас делать фейслифт через ноги, такому вас никто не научит. Офигеть. Да, это будет очень круто, это будет классно, это прям будет вау. Я говорю, я просто, видишь, я люблю собрать много информации ценной, да, для того, чтобы потом это передать. Например, вот сегодня у меня было с одним из, там, менторов моих, да, из моих таких сильных преподавателей, ну, скажем так, созвон, там, меня прокачали, мне дали информацию, там, ответили на какие-то мои дополнительные вопросы. То есть я всегда ко всему подхожу с такой, знаешь, интересной точкой зрения. То есть мне всегда хочется самое вкусное дать, и я так и не люблю работать, поэтому знаю, что будет в воскресенье на классе. Это, кстати, будет мой первый класс в фейслифт. Да, в Екатеринбурге. Я не вела ещё. У меня есть, как бы, запросов много здесь, в Тольятти, в Самаре провести, но я почему-то вот как-то не, я себя настроила, что первый мой класс будет в Екатеринбурге, и я вот так решила. Классно. Да, поэтому вы будете первые и самые такие, ааа, для меня, и подопытными кроликами. Я думаю, что вас был вонёт всех, потому что, ну, я тебе скажу честно, Алён, я приеду к вам в определённом состоянии, я настолько готова дать, что, наверное, моё это состояние отдавать, ну, как бы, вы его все прочувствуете очень круто. Я думаю, что мы попробуем сделать мощную, да, мы попробуем сделать мощную сессию, а если у нас будет время, чтобы я её сделала, ну, как бы, чтобы вы все получили, скажем так, я очень постараюсь успеть, вот, и я думаю, что это будет прям очень-очень классно. А места есть ещё в Екатеринбурге на фейслифт? Ой, слушай, надо у Кати точно уточнить, я думаю, на вот, по-моему, на Аксесс Барс там парочку мест осталось, по-моему, на фейслифт ещё были, насколько мне известно, там не закрыта группа, вот, ещё есть, вот, ну, в любом случае, ну, как бы, я думаю, что место всегда найдётся, вот, в самый последний момент мы всегда можем решить эти все моменты, но это будет классные классы, скажем так. Все на том, что, видишь, я знаю все процессы телесные, да, и я знаю, как они все работают, я знаю много разных классных позиций, и, конечно, я, ну, много что дополнительного вам просто расскажу и проговорю, потому что это круто, вот, это, я думаю, что многим это классно зайдёт, потому что, когда, ты знаешь, мне, когда я проходила фейслифт, мне вот, как объяснили, что это работа с лицом, я, как бы, знаешь, мне не зашло, я такая, думаю, зачем мне вообще это надо работать с лицом, ну, как бы, мне не особо это интересно было. Ну, вот, я тоже думала, что это только про лицо, ну, что, я вместо нити вот так подтянула, что ли? Да, многие говорят, знаешь, я вот, то есть, я, знаешь, я, может быть, слишком дотошная, то есть мне надо, чтобы, знаешь, эффект был, покажите мне две фотографии, типа, вот это до сеансов с лицом, а потом там 20 сеансов прошло, и там, знаешь, суперомолодившаяся девушка, я скажу, о, вот это да, вот это супер, понимаешь? А там, типа, а вот видишь, у неё где-то вот здесь пропала микроморщинка, я скажу, ребята, идите вы нафиг, ради этого я точно не буду. Точки зрения в отношении старости, да, вот это мне нравится, это мне круто, потому что я понимаю, что мы все, как бы, ну, становимся старше и их создаём, да, как бы, хочешь ты этого или не хочешь, там, ну, мы все это понимаем, вот это мне нравится, это мне интересно, мне это актуально, чтобы там у меня не было каких-либо загонов по поводу своего возраста, плюс это актуально там для моего окружения, для моего ребёнка, например, очень классно, да, чтобы у меня не было там точек зрения, что она старше становится, вот, а как бы по отношению молодости там лица, ну, как бы, да, круто, дополнительный бонус, вот, но я всё-таки люблю гораздо шире смотреть, нежели так узко на эту тему рассуждать. Ну, вообще возраст — это такая тема, она, мне кажется, каждого, ну, каждого волнует, просто не все об этом задумываются. Ну, да, конечно, особенно девочки, когда они там становятся старше, если вдруг она там ещё и, допустим, не замужем, конечно, для неё это суперактуально, потому что, ну, там, общество тебя будет, да, там, тюкать всё время за это и говорить тебе, а ты там такая какая-то, или ты там не такая, а вот смотри, годы-то идут, а куда же... Ну, на этот счёт у нас есть аксесс. Ну, да, поэтому как бы, ну, особенно если девочка с ребёнком, о-о-о, если, дай бог, разведена, её тут будут прямо со всех сторон шпынять, шпынять, говоря ей, что, типа, милая, ну, ты что? Да кому же ты теперь нужна? Как там РСП называют, да, таких девушек? Разведёнка с прицепом. А если же корка дома ходит, это вообще целый набор. Ну, вот. Поэтому мы это, соответственно, всё будем прорабатывать, это будет в любом случае... То есть фейслифт — это не только про лицо, просто запомните это раз навсегда, по-другому этот процесс никак не назовёшь, потому что у него стандартное классическое название. Поэтому здесь просто нужно это понять, что это про телесные блоки, которые у нас есть. Ну, я ещё раз говорю, 21 энергия запускается в процессе класса. То есть, как бы, космос будет. А как-то глобально от сессии «Аксу-карс» отличается? Ну, там, делать так же и лёжа, по времени? Так же лёжа, по времени? Ну, слушай, примерно сессии все одинаковые по времени, там, где-то они часовые. Вот, там, ну, позиция рук полностью, всё практически другое. Там есть несколько позиций схожих. Всё остальное абсолютно другое. Соответственно, мы будем по-другому, скажем так, всё это делать. А скажи мне, вот есть девочки, которые, ну, вообще, в принципе, люди есть, которые не любят, когда их трогают. Если она всё-таки приходит на фейслифт, ну, всю сессию она лежит, и ей, ну, грубо говоря, не... Ну, бывает же, ну, неприятно. Ну, конечно, да. Трогают. От этого зависит? Ну, как-то менее проработается всё? Или это вообще не важно? Нет. С каким настроем она лежит? Нет, неважно. Не имеет значения. Главное – лечь. Вообще, на самом деле, я тебе могу сказать, что это такой блок очень серьёзный, когда вообще тела любят, когда их трогают. То есть, ну, как бы это от природы у нас так сознано, что мы любим, когда нас трогают. Если у тебя возникает, допустим, такая ситуация, что тебе это не нравится, соответственно, это тоже какой-то, знаешь, ограничитель в теле, который в идеале бы проработал, потому что он ограничивает тебя не только в том, что тебя трогают, а, скорее всего, в целой совокупности каких-то вещей. Фейслифт можно делать на расстоянии. То есть я научу этому, я покажу, как делать так, чтобы не касаться лица. Может быть, можно по видеосвязи тогда? Нет, по видеосвязи нельзя. Это уже напоминает зарегиторизм. Да, сейчас мы с тобой в эфире нашаманили, потом нам, о, да, там девчонки эфир вели немножко с приветом. Это да, мне просто пытаются тоже тут позвонить. Смотри, здесь ещё, знаешь, что важно? Что вообще аксесс, какая идеология у Гэри Дугласа? Он ведь не только про то, чтобы ты качала клиента своего, да? Он про твоё получение. То есть а можешь ли ты получать в этот момент? А в момент, когда ты трогаешь чужую голову, соответственно, конечно, ты получаешь. И вот здесь человек, который не умеет получать, почему я всегда говорю? Вот сейчас опять меня могут все ругать, бить, кричать на меня, всё что угодно. Но меня всегда очень удивляет, когда преподаватель, ты с ним разговариваешься, а у него степень получения вот такая. И ты думаешь, слушай, дружище, а кому ты что рассказываешь? Кому ты чего, чего ты там рассказываешь, чему ты учишь вообще? Когда аксесс – это про получение. Вот первое вообще, что есть в аксесс-барс – это научиться получать. Когда у человека никаких изменений в жизни не происходит. Он как не умел получать, так и не умеет. Причём здесь неважно, что. Я говорю сейчас только про материальное. Я сейчас говорю про духовное, про всё, про все составляющие. Если девушка говорит, что «ой, а я не знаю, как попросить, а я не знаю, как взять». А? Что? О чём ты можешь вообще в этой жизни говорить? Пока что тебе ещё рано говорить. Тебе нужно ещё себя покачать, покачать для того, чтобы понимать, как это всё работает. То есть это очень важно, конечно, уметь получать. В первую очередь, тебе как практику. Я, в общем, теперь ещё больше жду реально обучения на фейслифт. Если до этого момента мне что-то было вообще ничего не понятно, то сейчас мне сильно всё понятно и интересно. Ну, такой интересный процесс, видишь. Я ещё всё-таки стараюсь рассказывать про него так, чтобы, ну, более-менее всем было понятно. Потому что если начать читать книжку про фейслифт, там будешь сидеть и думать, ааа, кто это вообще? Что это такое? Про что здесь говорится? А я всё-таки стараюсь обычно рассказывать так, чтобы это было супер-супер просто. Ну да, мне, кстати, очень нравится, что ты как переводчик. Ну, то есть к тебе идёшь и понимаешь, что ты точно понятно всё объяснишь, и ты точно научишь. Ну, это вот как раз про заземлемые люди. Да, потому что я нахожусь на земле. Я понимаю, что меня окружают люди земные, а не воздушные. Поэтому что такое? Я не могу сейчас говорить о, там, знаешь, ну, там, на уровне, там, какого-нибудь фасилитатора. Да, мы друг друга поймём с другим фасилитатором, о чём идёт речь. Но человек неподготовленный, он скажет, ёшкинка-марёшкин, о чём вы вообще разговариваете, и что это такое? Поэтому это не круто. Круто всё-таки, ну, как бы, общаться на доступном и понятном языке. В лучшем случае такой человек, который не поймёт, он просто не будет практиковать, а в худшем он будет практиковать. Да, конечно, конечно. Мы, кстати, знаешь, такой крутой пример разбирали, вот, собственно говоря, с моим ментором, по поводу, мы что-то заговорили по поводу людей, которые, знаешь, аксесс иногда, вот у некоторых аксесс входит плотно в жизнь, а у некоторых, знаешь, такое, типа, ой, ну, там я немножко попрактиковала, не пойму, когда же, когда же это произойдёт, да? Аксесс – это про ускорение, то есть так всегда. Включается турбоскорость у твоего организма. И мы сегодня такой классный себе пример разобрали, разобрали, господи. В общем, по поводу того, что, знаешь, когда люди переживают, что у них жопа в жизни начинается. Смотри, сделали сессию аксесс-барт и начинают там, типа, а у меня то происходит, всё, пятое, десятое. Знаете, какой крутой пример? Это вот если взять на самом банальном таком случае, была, не знаю, сосна какая-нибудь, да, стояла она такая, не сосна, берёза стояла, стояла такая, стояла, говорит, хочу быть ёлкой. Такая, всё, хочу быть ёлкой, хочу быстро стать ёлкой. Не хочу, я буду больше берёзы. Понимаешь, что происходит? Происходит жопа, да, у неё начинает меняться ствол, у неё начинают там опадать листья, у неё начинают меняться ветки. И у неё такой, ёлка, ну и в моей жизни началась жопа. Что происходит? Я же думаю, я просто резко стану ёлкой. Нет, а получилось так, что всё начало опадать, ломаться, там, видоизменяться. Вот то же самое происходит в жизни у многих людей, когда они, например, хотят суперизменений, они хотят супертрансформации, и эта трансформация происходит очень быстро, а не просто в шоке. А происходит она, как правило, ну через что-то не самое классное. Да, как у меня недавно девочка спросила, она говорит, Саша, почему в Аксесс иногда там, ну люди-партнёры расходятся? Я говорю, всё очень просто, тебе просто ускорили этот процесс, ты всё равно с тобой не забыслась. Ну только там, благодаря Аксесс ты разошлась там через две недели, а не благодаря Аксесс, ну ты разошлась там через год, через два, через три. Ну то есть это стабильная история, что в Аксесс всё происходит супербыстро. Супербыстро не то слово, Саша. Мы тут уже даже перестали удивляться с девочками. Да ты что! И поняли, что на сессию нужно вообще прям фильтровать своё желание, каждое слово осознанно, потому что всё буквально слишком. Это, я не знаю, наверное, только тот человек может так рассуждать, который получил свой опыт, потому что если опыта нет, то человек не сможет даже объяснить, что это такое. Я отлично знаю, о чём ты говоришь, потому что я сама любительница на загадывать, на говорить, на делать, и я такое получила, вот так вот, сверху. Теперь я чётко понимаю, даже как желание свои произносить вслух. У нас даже есть уже такое выражение, знаешь, типа, «Так, девочки, всё, пока хватит, достаточно аксессов мы переакцессили». Ну только что, не поверишь, вчера с Катюхой разговаривали по телефону, только что с ней встречались. Она говорит, «Ты знаешь, я, пожалуй, некоторое время без сессии поживу». Она говорит, «Мне надо, чтобы всё это уложилось в голове». Да, потому что я... Да, я сделала телесный процесс в Турции, будучи, я говорю, «Я, пожалуй, тоже некоторое время, вот прям пару недельчик точно побуду без сессии, потому что, ну просто, твоё тело в шоке». У него так всё быстро происходит, всё так быстро меняется, что ты даже не успеваешь за сменой событий. Ты думаешь, «Как? Как это происходит?» Вот. И для меня, конечно, до сих пор, Алёна, смогу сказать так, дикость, что люди мне пишут директ. Аксесс правда работает? У меня... Я даже не знаю, что уже говорить, понимаешь? То есть для меня это прям парадокс. Ну, Саш, я как человек инстаграмный уже долгое время могу тебе сказать, что всё, что попадает на эту инфоплощадку, сразу становится популярным. Несмотря на то, что это до этого существует 30 лет, но как только это залетает в инстаграм, естественно, начинаются мнения разделяться. Естественно, и хейтеры, и какие-то ложные мнения, описания и так далее. Поэтому это вообще абсолютно нормально, что есть люди, не доверяющие, потому что есть люди, которые не могут адекватно объяснить, что это такое. И ты слушаешь, и реально, если бы мне так объясняли, что такое Аксесс, ко мне же ходят на сессии девочки и говорят, у меня подружка отучилась. Ну, самое безобидное, это энергетический массаж головы. Это самое безобидное, что я слышу. Но всё остальное, мне хочется сказать, господи, сожгите свой сертификат. Ну, блин, потому что, ну, потому что так, понимаешь, потому что это стандартный рассказ по учебнику, да? Почему? Они пытаются что-то приукрасить. Короче, настолько сильно заинтересовать человека, объясняя, чтобы человек им доверился. Мне не нужно заинтересовывать. Я просто говорю, это физическая реакция, ложись, всё будет. Всё. Зачем я буду включать хорошую море? Потому что ты знаешь, как это всё происходит, понимаешь? Когда человек не знает, ему очень сложно объяснять, понимаешь? А понимаешь, когда у него опыта нет, вот я тебе могу что сказать, да? Когда человек, допустим, не понимает, какие изменения в его личной жизни произошли. Понимаешь, он сидит на этот мануал, смотрит и рассказывает тебе, как, допустим, как преподавать. А у него самого изменения нет. тоже, мне кажется, дело не в опыте, если ты понял, то есть я же сразу начала практиковать. А ты сразу получила результаты, понимаешь? И тут дело в опыте общения. Не все могут быть практиками. То же самое, что не все могут быть депутатами, потому что надо быть ораторами. Даже если у тебя есть деньги, ты не можешь купить технику общения с людьми. Однозначно. Здесь это вообще, понимаешь... Поэтому, чтобы быть практиком, мало точки знать. Мне кажется, нужно уметь общаться. Вы понимаешь, это целая совокупность, на самом деле, моментов, да? А практиком, на самом деле, может быть абсолютно каждый, по факту. Вопрос просто, каким практиком, понимаешь? Вопрос, как ты это в массы понесешь. Если ты начинаешь это нести немножко неэкологично, то это не круто, лучше сидеть дома и делать только родным и близким, да? Если ты умеешь это преподнести, то это уже другой разговор. Вот и все. То есть кто-то это классно транслирует, кто-то, ну, как бы, знаешь, так, ну, своеобразно очень, скажем так. Хотя тоже имеет место быть. Имеет. Имеет. Ну, у вас там вообще огромное количество практиков, что в Екатеринбурге, что в Новосибирске. И, ну, там интересная история у многих девочек уже происходит, там со мной делятся. Интересные, интересные. У меня сколько у моих клиентов интересных, что аж мурашки бегают, когда мне голосовые записывают. Да, когда ты к этому причастен, ты понимаешь, что вау, как, как, неужели это я своими ручками запустила этот, ну, для части, да, там запустила этот процесс. Это, конечно, очень приятно и очень классно. Поэтому я и говорю, что для меня вопросы в Директ, а правда ли Аксесс работает, вообще не актуально. Даже на них отвечать не хочу и очень часто вообще не отвечаю. Просто сливаю и все, переписку. Вот еще, знаешь, что я заметила, что люди, которые с легкостью идут на сессию и как можно меньше от нее ждут, они получают больший результат. Конечно, так всегда. И в класс надо приходить. Когда вы приходите на класс, Аксесс Барс, Фейс Лит, не важно что, нужно сразу разрушить все свои призмы какие-то, нужно сразу все свои ожидания убрать, потому что вы можете ожидать одного, а происходить будет абсолютно другое. То есть Аксесс это не формат, типа, ты думаешь, так, а что я хочу? А я хочу замуж. Такая, приходишь на сессию или там на обучение и такая, завтра замуж выходишь. Не так это происходит, понимаете? Если бы это было так, то это бы стоило совсем других денег и скорее всего это было бы не так доступно. Вот. Это немножко другая история, это здесь вот целая трансформация вас, вот и все, но любой ваш запрос прорабатывается очень круто. Кто-то на самом деле пришел, хотел замуж и... Выходишь. И вышел замуж, да, все верно. Да. Вот, поэтому у кого-то действительно и так происходит. Так, вопросов у нас тут, я так просматриваю, нету. Да, может быть, спроси у кого-то, давайте, может быть, поздавайте вопросы, если у кого-то они есть. Что-то интересненькое мы вам можем еще рассказать, поведать. Мы-то можем. Мы-то нарассказываем. Почему эфиры не платные, Саша? Мы бы столько рассказали. Ибо следующий эфир уже сидела бы в Бентли, а не в Бэмбе. Там, кстати, был недавно такой запрос, но мне сказали, что... Саша, пока ездили в БМВ. Я говорю, можно мне не БМВ? Пониже в вибрации, да, тебя опустил? Мне немножко сказали, ты не переживай, скоро тебя покатаем на БМВ, но не на твоей. Я говорю, ну, прекрасно. Так, как много нужно консультаций для проработки какой-либо проблемы? Ну, на самом деле, такого не существует. Есть те ситуации, которые прорабатываются за одну сессию. Есть те ситуации, которые можно и год прорабатывать, и не проработаются там через год. Это все очень индивидуально, очень. Причем, чтобы понять, проработалось это или нет, нужны же ситуации. Да, конечно. Мало ходить на сессию, идти домой и опять закрываться дома. То есть, нужно сходить на сессию и забыть. Вы получили удовольствие, отдохнули и ушли. И когда будут происходить какие-то события, возможно, даже не вы, а окружающие будут замечать. Слушайте, понимаете, энергия вообще, на самом деле, это не про то, что такое вот так вот сделал и все пошло, понимаете. Энергия, это вообще, ну, это вообще другой уровень, это другое состояние, это вообще, это просто космос, где ты доверяешь энергиям, и ты просто без ожиданий что-либо делаешь. Я понимаю, что для сознания человека, который вообще не в теме, очень сложно это. Но когда ты в этой теме, ты уже, хоть и запрашиваешь где-то какие-то моменты в сессиях, но ты знаешь, что сейчас-то все будет происходить по-другому. Да, как у меня недавно, вот меня вчера брали, и когда вчера это было, что ли, не поздно, что интервью, да, когда я записывала, и когда мне задали такой вопрос, типа, Саша, какие у тебя планы на ближайшее время? Я тут, знаешь, у меня это не вызвало ничего, кроме улыбки, я говорю, вы знаете, говорю, у меня были планы два месяца назад. Да, они у меня были, у меня были очень четкие планы. Но два месяца назад произошло так, что вся моя жизнь кардинально изменилась. Вот просто в один вот так момент. И все. А я планировала многое. Она стала другой, она стала гораздо круче, чем я даже себе планировать так не могла. Вот, понимаете, это как раз про то, что я хотела, а что я получила. Вот и все. Как правильно формулировать желание на сессии? Ну, не существует такого правильного или неправильного. Конечно, слово такое не самое лучшее, но вы должны четко давать, в общем, это, знаете, как, это нужно уметь формулировать свое желание без ограничений. То есть, ты никогда не должен сказать, я хочу себе там машину красную в белом кожаном салоне, не знаю, вот такую, такую-то, такую. То есть, ты должен уметь расшириться во время сессии и дать возможность именно этому желанию сформироваться в тебе. То есть, когда ты понимаешь, что ты хочешь чего-то, вроде бы непонятно чего, а вроде бы понятно чего. То есть, это такой сложный момент. Это нужно просто, ну, как бы кто-нибудь можете мне в директ написать, и я там на вашем примере смогу вам объяснить. То есть, это нужно прямо на примерах объяснять. Но еще плюс, когда люди что-то конкретное желают, это, как правило, все в голове представляется картинка уже этой вещи, или события, у кого это уже есть, и это желание уже получилось, но не у тебя, оно чужое. Да, и как бы это не круто, когда у тебя уже есть картинка какая-либо, это уже ограничитель у тебя сработало. Так, сколько стоит сессия, и столько стоит обучение? У меня сессия стоит 10 тысяч рублей, обучение стоит стандартно, классический аксесс-бар 17 тысяч, фейс-лифт 15 тысяч рублей. Я не понимаю, как это происходит, проработка проблемы или запроса. Саша или Алена, можно как-то объяснить для не особо понятливых. Ну, во-первых, вы не особо непонятливы, не стоит про себя никогда говорить в таком ключе. Вот, вы просто не хотите понимать, да, так как давайте будем честными, я знаю вашу историю, и вам очень хочется докопаться до какой-то сути, а сути там нет, где вы копаетесь. Вы пытаетесь обмануть пространство, обмануть и сделать по-другому. Вот, доверьтесь просто всему тому, что происходит в вашей жизни. У вас слишком сильно включена ваша голова, нужно ее просто отключить. Вы во всем пытаетесь найти смысл, у вас есть во всем определенные рамки, границы, везде их создаете. Зачем? Зачем вам это надо? Их не должно быть, понимаете? И чем больше вы пытаетесь докопаться до того, как это будет происходить, тем больше вам не будет давать вселенной возможности посмотреть, как это будет происходить. Она каждый раз вас будет сталкивать с чем-то, что для вас будет абсолютно непонятно. Так. Чтобы лишнего не загадать, лишнего не бывает, девчонки, всегда надо говорить по максимуму. А может быть, это вообще не ваши желания. Конечно, может быть, вообще, не наших желаний, у нас миллион, конечно. Лишнего, наверное, имеется в виду, Саша, не переусердствовать, а то, знаешь, загадывают, оно как начнется сбываться, а ты не готова. Бывают вещи, которым ты не готова прямо сейчас. Ну да, бывает такое, на самом деле. А по поводу желаний, да, они часто не ваши, абсолютно, и очень быстро вскроется, что она не ваша. Так, девочки, хочу услышать от вас про фейслиф. Да вроде бы рассказали, мне кажется, очень много информации про фейслиф в начале эфира. Мы сохраним эфир в начале, можно будет посмотреть. Как убрать контроль и как отключиться? Ну вот скажите мне, пожалуйста, зачем вам этот контроль? Ну то есть, ну что он делает в вашей жизни? Вот поживите в вопросах, зачем мне этот контроль? Что он делает? Что он создает? Для чего он вам? Ну что вы контролируете? Когда солнце взойдет и когда оно сядет, вы можете это отконтролировать? Не можете. А вы можете отконтролировать дождь? Не можете. Вы можете отконтролировать, будет у вас завтра жопа в жизни или не будет? Да не можете. Ну как бы это невозможно. Поэтому вы непроизвольно включаете этот контроль для того, чтобы занять свое пространство. Ну вот типа хоть что-нибудь делаем. Ну хоть контролировать буду. Ну хоть что-то в этой жизни. Понимаете? Зачем? Непонятно. Как кроме алкоголя? Короче, ребят, вы не подумайте, что Саша тут агитирует всех, кто отучился на Аксесс-бар сбухать. Каждый заземлялся как хочет. Кто-то плачет под грустные фильмы. Да. Кто-то грустные фильмы смотрит, кто-то читает, кто-то уходит там погулять наедине с собой. Ну разные способы это вы должны... Ну да, нужно просто найти для себя момент. То есть если вы, например, драмы создаете в своей жизни, вам нужно уйти от этой драмы, потому что драма вас всегда заземляет. То есть драму нужно убрать из жизни и заменить на что-то. Ну это опять же для каждого это что-то свое, для каждого это ну что-то новое. Просто когда вы на это не обращаете внимания, это один разговор. Теперь когда вы понимаете, что есть высокие вибрации, а есть низкие вибрации, вы никак не можете где-то там посередине застрять между этими вибрациями, соответственно, задумайтесь, а как вам, где вам создать эти низкие вибрации, чтобы вас заземлить. Это для всех разное, для кого-то может быть, не знаю, там по речке побегать, там не знаю, по бережку какому-нибудь, с березой пообниматься, для кого-то бухнуть опять же, для кого-то там, не знаю, секс, для кого-то еще что-то. А для кого-то просто вовремя себя остановить и хотя бы просто понять, ой-ой, стоп, сейчас не остановлюсь, меня остановят. Это очень неприятно, когда тебя останавливают. Ну, потому что мы по-другому не умеем, поэтому мы, как правило, на кого-то перекладываем всю ответственность, да, то есть это то же самое, как вот в классе будем обсуждать, да, ну, скажем так, ладно, скажу, то есть сущности, которые в людей подселяются, да, там, и вы работаете на автопилоте. Это тот случай, когда вы не хотите брать ответственность за свою жизнь, и вы ее доверяете кому-то. Это вот женщины очень часто такие, типа, ой, я сама ничего не могу, у меня все мужчина делает за меня. Что это за безответственная позиция? Это не про осознанность, это про, ну, не знаю, про жертву, про нелюбовь к себе, про, вообще, про состояние, типа, болтаюсь такая, пропасти какая-то, типа, кто-то за меня что-то сделает. Но это вот не про осознанность. То есть, если человек хочет, ну, смотрите, если вы приходите в салон и хотите конкретную машину, это уже заказ тот, который сбудется, это одно, а в Аксесс это так не работает. Ну, да, то есть, если вы, допустим, сейчас такая сидите дома и думаете, я... Ну, чтобы моя машина была там красная, так... это про ограничение интеллекта, про ума, ограничение, про, там, состояние, ну, такое, как бы, не самое крутое. То есть, вы должны просто хотеть машину, грубо говоря, вот так. Причём, возможно, кто-то услышит это конкретное желание и скажет, блин, а у меня чёрная, а я бы ей подарил, но она не возьмёт, ей красную надо. И не подарит. И будете сидеть и хотеть дальше красную машину. Ну да, как мне недавно сказали, хочешь, я тебе аку красивую куплю? Я говорю, ну давай, говорю, хоть аку, говорю, не купишь. Когда ты красивая. Это на тему, знаете, скорости, когда ты любишь погонять на машине, тебе сразу говорят. очень-таки названивают, 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 названивают. Я бы, конечно, сделала сессию. Сессию этому человеку надо срочно, потому что АК и красивые, это явно блоги. Там именно в том и смысл, там, понимаешь, там именно всё в том смысле идёт, что типа это будет с Путиным вы впервые что-то. в Уртин. Рывает у нас такое немножечко в народу слишком много хочет дозвониться. Так, по поводу повторного обучения. Оно стоит всегда на 50% дешевле. Ну, повторное это имеется в виду на такой же класс, но как это не новое направление. То есть, если это Аксесс Барс, то это Аксесс Барс. То есть, если бы проходили Аксесс Барса приходится на фейслифт, фейслифт стоит для вас 15 тысяч рублей. Вот. Так что вот так. Ну, я думаю, будет очень интересно потом провести спустя время, как мы с тобой проводили просессию, когда я была вообще в шоках от того, как всё быстро поменялось и когда я решила обучиться. мне прям очень интересно посмотреть, что будет через месяц после фейслифта. Классно. Ален, просят твою сессию разыграть. Ален, разыграй сессию, видишь, народ тебя требует. Возможно, разыграю. Возможно, скажи. Возможно, а может быть, не разыграю. Да. Да. Ну что, что, будем заканчивать, наверное, да? Времечку у нас достаточно много. Ну да, на вопросы ответили. Да, мы на все вопросы ответили. Классно поболтали. Я безумно рада тебя была видеть. Я тоже. Да. В ближайшее время мы уже увидимся на классе. Буквально через несколько дней. Да, 10-го я вылетаю в Екатеринбург. Вот. Так что уже какого-то, 12-13-го, по-моему, там класса. В выходные можно будет увидеться, пообщаться. Предлагаю, муж делать сессию, он находит тысячу причин отказаться. Почему? Ну, потому что, потому что вот так, потому что у вас такие взаимоотношения, у вас нет, у вас нет мужа. Давайте так я вам скажу, если грубо говорить, у вас нет мужа. Это не про мужа. Муж не отказывает. Понимаете? С мужем есть гармония, с мужем есть полное взаимопонимание. Это муж. Когда это человек, который, ну, как бы, ну, немножко случайно встретились, немножко случайно находимся. Сядьте поговорить со своим мужчиной, скажите, слушай, а ты со мной в одну постель не боишься ложиться? Ну, так вот, мало ли. А вот там, или там, не боишься со мной с одной тарелки есть, а сессию ты боишься. Это же страх, это страх всегда разрушает, поэтому, ну, как бы, какие можно говорить качественные отношения, если партнёры вам не доверяют. Это, кстати, очень важно. Да, это очень важно. И меня удивил тот момент, то, что у меня ещё не было ни одного случая, когда я кого-то из близких людей уговаривала довериться мне лично сессию. Это такая для меня, как семья прошла проверку. Проверка. Вы не спите, девушка, мы не спим, ну, значит, это уже не муж. Если вы спите порознь, это, скорее всего, уже не муж. Это иллюзия мужа. И мужем надо расходиться, его отправлять в прекрасное светлое будущее и само идти в своё прекрасное светлое будущее. А оно, может, и происходит, просто идёт накопительный эффект, человек просто не меняет ничего в своей жизни. Он ходит, например, дом-работа, дом-работа, а у него проработалось то, что с ним что-то случится, когда он в отпуск полетит и неожиданные события будут. Тут как бы невозможно по времени угадать. Ну да, момент очень интересный, что будет происходить. Так, ну что, вроде бы на всё мы ответили, да, я думаю, что вопросов уже вроде бы нет, не сыпятся они, по крайней мере, кучки. Да. Будут. Да, Саш, всё, буду рада тебя увидеть в воскресенье. Я в субботу вечером прилечу в Екатеринбург. Прекрасно. Всё, увидимся. А ты где, в Москве или в Новосибирске? Я в Белокурихе вообще. О, господи, вот это тебя занесло. Обалдеть. Ну круто. Ну да, отлично, в Екатеринбурге увидимся с тобой. Увидимся, поболтаем. Обязательно. Я готовлю свои пальчики. Никак говорится. Да. Ну всё, пока-пока. Говорю, до свидания. Всё, ребят, кто ещё пойдёт на класс, будем всех рады видеть. Да, всё, всем пока. Всё, до встречи. Пока, Саша. Пока, пока. Саша.